Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава книги «Бытия» в переводе Российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну вот здесь чередуются главы такие насыщенные, напряженные и расслабленные проходные. 22 насыщенные, напряженные. 21 такая вот жизнь идет своим чередом. И 23-я жизнь идет своим чередом. Часть жизни — это смерть. Ну и есть какие-то важные эпизоды. А с другой стороны, вот жизнь Авраама, она внешне вовсе не есть жизнь великого героя, который там всех побеждает, с которым что-то происходит. Просто семейная хроника. Сара прожила 127 лет. Умерла она в Кириат-Арбе, что не называется Хевроном, но город Хеврон в Святой Земле, в Хананской земле. Авраам пришел и оплакивал Сару, рыдая над нею, а потом, отойдя от усопшей, обратился к хеттам. Возможно, это не те, которые хеттское царство построили, хотя могут быть и они, но какой-то местный народ, который там сейчас живет. Я чужак, которому вы дали приют. Выделите мне на вашей земле место, где я мог бы похоронить усопшую. Сделай милость, господин наш, — отвечали Хеттли, — ты человек почтенный, любимый Богом. Похорони свою жену в лучшей из наших усыпальниц. Любой из нас предоставит себе для этого свою родовую усыпальницу. Ну, то есть это высшее гостеприимство. Родовая усыпальница, естественно, у каждого своя. А тут вот эта хеттская, знаете, его готова пустить, чтобы он похоронил свою жену. Поклонился Авраам Хеттам, жителям этой земли, и сказал, «Если вы разрешаете мне похоронить усопшую, то сделайте милость. Попросите Эфрона, сына Цохорова, продать мне пещеру Махпелла, что на его поле с краю. Я куплю ее в вашем присутствии за полную цену серебрем, чтобы она стала местом для погребения». То есть они говорят, хорони где хочешь, нет вопроса. Он говорит, я куплю, я заплачу. Почему? Ну, понятно, если это будет его земля, то уже нельзя будет ничего с этим сделать, да, по крайней мере, не нарушив договора. А так они сегодня разрешили, завтра запретят, не пустят, там, выкинут этот прах, да. Ну, мало ли кто придет потом, как это все дальше будет. И одновременно это первый участок Святой Земли, который Авраам приобретает. Дальше вся земля будет его потомков. Но пока только пещера на краю поля, и то это погребальная пещера. В присутствии всех хетов, собравшихся у городских ворот, Эфрон, сидевший среди них, ответил Аврааму, нет, господин мой, сделай милость, прими это поле в дар от меня вместе с пещерой. Мои соплеменники свидетели, я дарю тебе это поле, чтобы ты похоронил там усопшую. Ну, дальше вот идет такая восточная вежливость, да, когда оба уступают. И Авраам настаивает, поклонившись жителям этой земли, Авраам сказал Эфрону, в присутствии всех собравшихся, прошу тебя, сделай милость. Примет меня серебро за поле, на котором я похоронил усопшую. Да, может быть, это еще и элемент такой вот игры, когда оба на самом деле понимают правила, не может просто так взять и назвать сыну, ему надо как-то, ну, подарить, а серебро это как бы отдельный подарок в ответ. Эфрон ответил, хорошо, господин мой, сделай милость. 400 шекелей серебра стоит этот участок, разве это много для нас с тобой, чтобы ты похоронил там усопшую? Цена, кстати, хорошая, да, шекель это 10 граммов, то есть 400 шекелей чуть больше 10 граммов, да, можно посчитать, это 4 с небольшим килограмма серебра, довольно ощутимая стоимость для того времени особенно, когда мало вот всяких ресурсов. Авраам согласился с ценой Эфрона и отвесил ему столько серебра, сколько тот назначил при свидетелях хетов. 400 шекелей серебра по весу, принятому среди купцов. Ну, понятно, что были разные варианты шекеля, да, то есть поменьше, побольше не было там единой какой-то палаты мира весов, и поэтому можно было там еще торговаться, вот они выбрали какой-то стандарт. Так поле Эфрона, что при Махпеле рядом с Мамре, перешло в собственность Авраама, вместе с пещерой и всеми деревьями на этом поле. А свидетелями тому были все хетты, собравшиеся у городских ворот. И Авраам похоронил свою жену Сару в пещере, что на поле Махпела рядом с Мамре, что она не зовется Хевроном в Ханаанской земле. Мамре, видимо, вот та самая Дубрава, где он периодически находился. А поле и пещера отошли от хетов к Аврааму, став местом для погребения. Вот тоже маленькая история, но значимо. Пусть при жизни далеких потомков, они закрепятся на этой территории, но первый шаг уже сделан. И дальше просто нужно умножать вот это вот наследие. Дальше Исаак сын Авраама, очевидно, должен родить своих детей, для этого должен жениться. Ну, а история Ревеки в 24 главе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...